За подписью главы государства вышел указ о дальнейшем повышении ответственности и формировании компактной системы управления органов и учреждений юстиции в рамках административных реформ. Документом обозначены дополнительные направления деятельности Министерства юстиции. Среди них разработка законопроектов и оказание первичной юридической помощи населению, осуществление единой правоприменительной практики как в госорганах, так и в махалях. Комментарий программы раскроет детали. За последние семь лет были проведены реформы во всех отраслях и секторах. Интеграция Узбекистана в мировую экономику порождает необходимость внедрения новых процедур и принципов. В этих процессах высокая правовая культура населения положительно влияет на результаты реформ. Потому главой нашего государства регулярно выдвигаются предложения и инициативы по повышению социально-политической активности населения, надежной защите его прав и интересов. Именно эти цели выражают указ о дальнейшем повышении ответственности и формировании компактной системы управления органов и учреждений юстиции в рамках административных реформ. Принятый президентом указ о совершенствовании деятельности органов юстиции послушает превращение данной службы в истинно народную. Теперь работники органов юстиции в своей повседневной работе должны будут определять проблемные правовые вопросы граждан, анализировать их и создадут абсолютно новую систему для их разрешения. Будет проведена трансформация органов юстиции, усовершенствование законотворческой деятельности и оказание правовых услуг. Поздравляю Узбекистан с усилением возможности обеспечения использования первичной юридической помощи, направленной в первую очередь нуждающимся группам населения и достижением других важных результатов в укреплении верховенства закона для людей. Считаю, что указ президента Республики Узбекистана о совершенствовании деятельности органов и учреждений юстиции предоставляет прекрасные возможности для расширения оказания юридических услуг в Узбекистане и лучшей защиты прав и свобод человека. Мы готовы оказать содействие в совершенствовании системы юридической помощи в Узбекистане, которая считается важным признаком справедливой, гуманной и эффективной системы правосудия, необходимой для верховенства закона. Указом были определены дополнительные направления деятельности органов юстиции, выявление, анализ и принятие практических мер по устранению правовых проблем, возникающих в повседневной жизни населения, разработка проектов законодательных актов, направленных на устранение выявления системных проблем на местах, налаживание и координация системы оказания бесплатной первичной юридической помощи гражданам, оказание методических и консультационных услуг государственным органам и органам самоуправления граждан при формировании единой правоприменительной практики. Стоит обратить внимание и на то, что в ходе подготовки проекта указа министр юстиции и его заместители выезжали в Андижанскую, Наманганскую, Ферганскую, Сардаринскую, Хорезамскую, Кашкадаринскую, Суркандаринскую и Ташкентскую области. Обошли 4562 махали, 69 746 домов и опросили 95 546 граждан. В результате из 23 706 выявленных проблем было решено 16 403, то есть 69%. Это означает, что у каждого опрошенного есть как минимум 4 проблемы. В соответствии с документом для эффективной организации деятельности органов юстиции в регионах на отделы юстиции возложено 6 новых задач. В частности, в махалях не реже одного раза в месяц будет проводиться мероприятие, посвященное Дню юстиции, для рассмотрения и решения насущных проблем, поднимаемых населением. При этом в 2738 махалях в самых отдаленных районах дополнительно два раза в месяц будут предоставляться выездные государственные услуги. Стоит отметить, при решении проблем, связанных с оказанием юридической помощи и населению, внедряется система гражданин, махаля, юстиция. То есть правовые проблемы по повседению жизни населения будут направляться махалинской семеркой в орган юстиции посредством платформы онлайн-махаля. В свою очередь, органы юстиции будут разработаны правовые меры по решению этих проблем, предложения в законодательство. Таким образом, будет содействована махалинская семерка в решении проблем населения, касающих правовых вопросов. Одним из условий обеспечения в обществе верховенства закона является высокий уровень правовой культуры. Повышение правовых знаний, правовой грабности, в свою очередь создать социальную устойчивость. Этому важному направлению указом отводятся отдельные пристальные внимания. То есть вводить новый порядок доведения государственными органами и организациями содержания и сути актов законодательства и реформ до населения. В рамках оперативной реформы агентство УЗАРХИВ и агентство персонализации были переданы в ведение Министерства юстиции. Указом определены основные направления по эффективному налаживанию деятельности данных ведомств. Будет проводиться большая работа по оказанию правовой помощи, поддержке деятельности граждан. Теперь, не покидая пределов в своей Махале, можно получить нужную информацию и воспользоваться рядом государственных услуг. Одним из значительных преимуществ нового подхода станет установление инфокиоска, предоставляющего доступ к более чем 37 государственным услугам. Это приносит большую радость и удобство для населения. Теперь жители имеют возможность экономить свое время и свои транспортные расходы. Значительным шагом вперед станет запуск проекта «Юрист в Махале». Весьма часто граждане сталкиваются с проблемами, требующими юридических знаний для их решения. Именно здесь на помощь придет этот проект. Юрист в Махале предоставляет возможность получения юридической консультации прямо на месте проживания. Это значительно облегчает процесс обращения к юстиции и помогает гражданам избежать многих ошибок. В рамках данного проекта будет оказана не только помощь в решении проблем, но и мы, сами председатели Махале, будем обучаться различным аспектам правовой системы, что делает нас более подготовленными и осведомленными. Также бесплатная первичная юридическая помощь оказывается гражданам, включенным в реестр железной женской молодежной тетради, в единый реестр социальной защиты. Молодым людям, женщинам, лицам, нуждающимся в социальной защите, а также предпринимателям даются разъяснения о льготах и преференциях, установленных законодательством. Еще один аспект документа заключается в том, что мероприятия по повышению правовой грамотности и правовой культуры будут проводиться в образовательных учреждениях. То есть, начиная с 2024-2025 учебного года, в школах будут повышены профессиональные знания преподавателей права через электронную платформу. Также в школах организуют правовой класс, будут представлены образовательные программы «Путешествия в мир права», а также будет проводиться предметная олимпиада «Знаток права», конкурс «Лучу учитель права». Почему мы стремимся повысить правовую грамотность молодежи сейчас? Поскольку будущее именно в руках этой молодежи. Проводимая нами работа по повышению правовых знаний и навыков молодежи, безусловно, не только принесет свои плоды в будущем, но и послужит прочной основой для построения правового демократического государства. Также создание отдельной платформы для преподавателей предмета права и повышение правовых знаний учащихся школ является одним из основных идей этого указа. В целом, поставленные задачи служат воспитанию у учащихся школ чувства уважения к законам, формирование правового иммунитета к факторам, негативно влияющим на их правовое воспитание. В соответствии с нормами документа, на основе идеи будущей страны за законопослушный и нетерпимый к правонарушениям молодежи будет усилено повышение правосознания и правовой культуры молодежи, формирование у нее правового иммунитета к факторам, оказывающим негативное влияние на ее правовое воспитание. Студентами юридических учебных заведений будет проводиться мероприятие «Правовая помощь сверстнику среди молодежи». Исходя из поставленных в документе задач, Министерство юстиции ежегодно разрабатывает и реализует программу адресных тематических аналитических исследований по изучению и методическому обеспечению правоприменительной практики. При этом разрабатываются методические пособия по устранению проблем правоприменения и размещаются на сайте lex.us. Будут оптимизированы задачи и функции государственных органов и МАХАЛИ, подготовлены образцы текучих документов, а также повышена правовая квалификация их сотрудников. Как бывший министр юстиции Словении и человек, работающий в Узбекистане и за его пределами, в течение последних пяти лет я был свидетелем того, что делает Министерство юстиции в этой стране для укрепления верховенства закона, оказания юридических услуг населению и в части повышения правовой осведомленности. Важно, чтобы каждый гражданин, включая тех, кто не может позволить себе юридическую консультацию или юридическую помощь, имел к ней доступ. Этот указ и работа, проводимая Министерством юстиции Узбекистана, на мой взгляд, улучшат ситуацию и поможет многим. Благодаря данному документу в Узбекистане укрепляется правовая культура. Например, принятие важных поправок в Конституцию в прошлом году поставило ее на более важную перспективу, поскольку люди должны быть информированы о своих правах и обязанностях. Указом с 1 июня 2024 года вводится в действие единая система обмена правовой информации по доведению правовой информации до государственных органов и организаций. Согласно указу, до конца года будет введено 13 новых государственных услуг, предоставляемых Центрами госуслуг и Единым порталом, а 18 услуг будут переведены в проактивную и композитную форму. Также будет налажено предоставление индивидуальным предпринимателям в качестве агента 15 государственных услуг. Также в целях оптимизации внедрения в деятельность органов юстиции научного подхода на базе существующих ряд структур министерства создаются два новых учреждения. Институт переподготовки и повышения квалификации юридических кадров и Институт анализа законодательства и оценки регуляторного воздействия. Посредством этих институтов осуществляется научно-методическое, консультативное и инновационное обеспечение сфер деятельности юстиции в области права, а также применения правовых технологий. Я всегда слежу за деятельностью Министерства юстиции Узбекистана реформами по внедрению научных подходов. В этой связи я обратил особое внимание на нововведение в принятом указе президента Узбекистана о проведении научных исследований. Действительно, происходят большие изменения. Научно-методическое и консультативное обеспечение деятельности судебных органов служит не только повышению эффективности их работы, но и оптимизации процесса правоприменения. В настоящее время внедрение новых технологий в образовательный процесс является важнейшей задачей в развитых странах. Точно так же в Узбекистане внедряется новая система проведения фундаментальных, практических и новых исследований в области права. Подобные нововведения служат научно-практическому решению вопросов государственного и общественного управления в сфере права. Я высоко оцениваю работу в Узбекистане по оценке регулирующего воздействия норм в законодательной базе. С 2021 года были предприняты значительные усилия в этом направлении, включая восстановление правовых норм. Очень важно провести тщательный анализ положительных и отрицательных сторон реализации норм, которые влияют как на бизнес, так и на жизнь людей. В настоящее время в Узбекистане создан специальный институт, который регулярно проводит подобную работу. Исследования оценки воздействия регулирования включают анализ законодательных норм и составление соответствующих выводов. Подобная практика распространена во всех европейских странах и приводит к положительным результатам. Согласно указу, с 1 января 2025 года будет внедрена единая электронная база персональных данных граждан Узбекистана, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Узбекистана. Единый электронный реестр населения. Еще одним нововведением указа является внедрение в период с 1 июля 2024 года по 1 июля 2026 года в городе Ташкенте в качестве правового эксперимента новый порядок досудебного рассмотрения административных актов по оказанию некоторых государственных услуг, не соответствующих актам законодательства. Считаю беспрецедентным уровень прозрачности политики главы нашего государства. В последующие годы внимание уделяемо органам юстиции в правовом обеспечении проводимых реформ по всем направлениям. Указ, подписанный президентом, ввел новые реформы в сфере органов юстиции. И будет преувеличением сказать, что этим указом был создан образ органов юстиции в новом виде, в новом толковании, не ограничиваясь только нормотворчеством и правоприменением. Например, было указано, что в различных ситуациях, связанных с деятельностью, проживанием гражданина на разных этапах, мы должны выступать их помощниками и юрист-консультантами. В заключении следует отметить, что мероприятия, организованные в рамках данного документа, служат максимальному использованию возможностей и условий, созданных для повышения правовой культуры населения, особенно для реализации молодежи своих способностей и талантов.